Всем доброе время суток! Многие сталкивались с такой проблемой, как передача данных с телефона на компьютер. То есть люди не могут перекинуть видеофайлы, аудиофайлы, фотоснимки, сделанные на телефоне, на телефоне Android или каком-то другом телефоне, на компьютер. То есть компьютер, ноутбук или прочий гаджет не видит эти файлы. Почему это происходит? Причин есть очень много. Но одна из причин, благодаря которой я решил эту проблему, сейчас я вам это покажу. В первую очередь, для того, чтобы перекинуть файлы с телефона Android на ноутбук, нам понадобится проводозарядная система. Вот моя зарядка. Я беру, вытягиваю шнур. Один разъем втягиваю в телефон. И второй разъем в USB разъем. Я установил, и давайте посмотрим, что у нас происходит. Появляется графа автозапуска. Ноутбук видит в данный момент наш телефон. Это уже хорошо, это плюс. Закрываем и идем в наше устройство. Кубот P40, вот оно видит. Открываем, и здесь видите, все пусто. Почему это происходит? Потому что не настроен телефон на передачу данных. У меня, вот видите, идет зарядка с ноутбука, но нету контакта с моим ноутбуком. Ноутбук не видит файлы. Смотрим в настройках. У меня сообщение. Система АП, зарядка устройства через USB разъем. Открываем сообщение и заходим сюда. И здесь вот видно настройка USB без передачи данных. Переключаем настройку USB на передачу файлов. Я переключил. И идем в компьютер. Смотрим, как видит ноутбук наше устройство. И вот видите, ноутбук увидел наш накопитель. Заходим во внутрь папку. Вот видите, видны все папки телефона, которые нам нужны. В данный момент все наши записи находятся в DCAM. Открываем эту папочку. Заходим в камеру. И вот все наши файлы появились. Берем, выделяем те файлы, которые нам нужны. Например, если вам все файлы нужны, выделяйте все. Если частично, выделяйте частично. Копируйте. И переносите уже на другой диск, где вы хотите сохранить. Где я сохранил в личных фото. Файлы переместились в эту папку. Это распространенная проблема. Но бывает так, что проблема может быть в самом USB разъеме. USB разъем может быть окислен. Вам нужно проверить все штекеры USB разъемов. Перезагрузить ваш ноутбук. Перезагрузить телефон. Удостовериться, что все подключено, все работает. Также, если это не помогает, проблема может быть в том, что у вас не хватает какого-то оборудования, дополнительных драйверов. Вам нужно скачать дополнительные драйвера. Для этого заходим на Windows 7. Компьютер. Свойства системы. Диспетчер устройств. И вот мы видим в диспетчере устройств наши все драйвера. Если драйверов каких-то не хватает, тут стоит какой-то знак вопрос, либо желтый восклицательный знак, что нужно обновить драйвера. Обновляйте драйвера, и возможно, процесс передачи данных с вашего телефона на ноутбук появится. Существует еще такая проблема. При перекачке видео или фотофайлов с Android на компьютер, когда мы в Windows 7 открываем этот файл, он лежит неправильно, то есть лежит перевернутый. Если фотографии это можно легко решить, нажатием стрелочек, которые находятся внизу, можете повернуть под любым углом фотографию, то в видеофайлах не все так просто. Я сейчас открою видеофайл с помощью проигрывателя Windows Media. Видите, видеофайл лежит боком. И для того, чтобы повернуть Windows Media Player, практически я не нашел способов повернуть правильно этот файл. можно повернуть как-то монитор экрана, если зайти в настройки, дополнительные возможности, параметры видео. Практически Windows Media Player невозможно повернуть. Что я сделал? Я закачал такую замечательную программу, как Goom Player. Она у меня уже закачана. Она бесплатная, эта программа. Как ее найти? Заходите в поисковик. В поисковике вбиваете Goom Player. Скачать и переходите на этот сайт. Он англоязычный. Заходите справа. Нажимаете скачать. Скачиваете. В результате у вас получится такая вот лапка. Это символ этой программы. И после этого заходим опять на наши файлы. И пробуем открыть. Открываем сразу при помощи этой программы. Goom Player. И вот видите, видео стало правильно. Даже ее не надо настраивать. Если у вас стало неправильно, то нужно его настроить. Настраиваться очень просто. Заходите в настройки. Вот шестеренка. Дальше видео. Потом мышка. Перемещаетесь в самый низ. Написано повернуть. Заходите. Повернуть на сколько? На 90 градусов 180-270. Поворачиваете так, как вам нужно. Все легко настраивается и применяется. Дальше выходите из программы. И вот у нас все стоит ровно. На этом, в принципе, все. Если видео понравилось и было интересно, ставим лайки. Если видео было бесполезным, ставим дизлайки. Подписываемся на канал. Всего доброго. До новых встреч.